На седьмом десятке с уставами всё в порядке. Светлана Романовская написала Воспалился шов, назначили доксициклин, но я не хочу пить таблетки. Подойдёт ли смесь мёда, лимона, чеснока? Подойдёт. Спасибо за ваш труд. Нина Блинсон ответила Светлане Но вы себе немножко сами сначала помогите, прежде чем за антибиотики хвататься. Сосите подсолнечное масло по 3-4 раза в день. Но это не то средство, которое бы повлияло на воспаление. Сняло воспаление. Так. Поддержите диету без масла, без молочки хотя бы 6-7 дней. Почистите своё тело костровым маслом. Это тоже не то средство, которое как раз подействует на то, что снимет воспаление шва. Рисуйте. То же самое. Это более такие средства, которые вообще влияют на оздоровление, на успокоение. Но в данном случае на воспаление они практически не повлияют. Йодовую сетку на коже вокруг вашего воспалённого шва. А вот это другого дела, вот это уже ближе к делу. Вот это уже может подействовать. Пейте побольше осенней витаминной чаи, калина, облепиха, шипунник, боярышник, рябинный и прочее. Это нормальная рекомендация. Но опять-таки, её бы раньше использовать для того, чтобы укрепить организм. Ну, на воспаление она не подействует, так хотелось бы. Делайте компрессы и листочков каланхой. Вот это другое дело. Это уже ближе. Так, почистить печень. Печень тоже не пойдёт. Это надо было делать до того. Читайте книги ГП, смотрите много всего интересного и ценного. Ну, вот из того, что воспалился, шёл. Йодистая сетка. Ну, от чего воспалился, как воспалился, почему воспалился, то есть, что послужило воспалением. Ну, это вообще говорит о том, что воспаление – это наличие в организме гнойродной инфекции. Гнойродная инфекция, которая вызывает вот это воспаление. Значит, тут. Тут вот можно было бы попробовать. Помазать этот шёл тодикамп. И тодикамп внутрь. По крайней мере, вот так вот попробовать. Это самый естественный антибиотик, который как раз отлично работает против гнойродной инфекции. Страх и риск – это всё ваше. Просто для того, чтобы я вам рассказывал, делать, важно понимать механизм действия. И вот на описанных рекомендациях я примерно сказал, что где тут будет действовать, где тут не будет действовать. Именно на воспалённый шёл. Так что можно попробовать. Можно попробовать в целях, знаете, вот человек, если боится использовать керосин там, так с недоверием ко всему этому и относится, можно попробовать голодание. Голодание, как правило, устраняет разного рода воспалительные явления в организме человека, подавляет гнилостную микрофлору, увеличивает защитные силы организма. Ну, тут я думаю, минимум недельку надо это всё дело поделать. А дальше, а дальше смотреть, что, что, как. Ну, вот примерно я бы действовал так, если бы это коснулось бы меня. Что бы я ещё хотел сказать? Вот вы мне задали вопрос относительно своего здоровья. В некоторых случаях они могут очень существенно помочь. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю, если бы вам вот эти рекомендации, которые от меня вы услышали, они вам помогли, чтобы вы стали спонсором канала. Хотя бы на один месяц. Если вы почувствуете пользу от всего этого, станьте спонсорами. И будем дальше с вами работать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok